Поговорим о том, что этот год нам принесет в плане всяких там смартфонов, интернета и вот прочих всяких квадрокоптеров, дронов. То есть вообще, когда у нас будущее наступит, то о котором тут все грезим. Поговорим это с человеком, который непосредственно со всем этим делом связан. Максим Багаев, руководитель отдела продаж айти-компании. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну что, вот я так понимаю, что у нас летающий автомобиль все-таки в этом году еще не появится, хотя там кто-то прогнозирует, но так, чтобы в нашей жизни. Но тем не менее, с чем будем жить? То есть куда вот технологии, ну скажем так, бытового применения пойдут дальше? Я считаю, что в этом году те люди, которые хотят снять, например, какие-то интересные ролики, да, то есть им будет интересно то, чтобы появились такие вещи, как камеры, снимающие в 360 градусов. То есть, по сути, это представляет собой совокупность двух камер, которые снимают 180 градусов в одну сторону, 180 градусов в другую. Мы вешаем ее на селфи-палку, снимаем, выкладываем в YouTube, и это видео обладает интерактивностью. То есть, собственно говоря, любой просматривающий данное видео может изменить точку зрения. То есть вы можете посмотреть, как вы выглядели справа, слева, что было в этот момент, какая была погода, какие здания как бы были. То есть, собственно... Ну, давайте посмотрим, как это примерно может выглядеть. То есть в данном случае это не видео, а управляю я этой панорамой 3D одного из городов, Лима, по-моему. То есть, ну вот, как бы, здесь можно вручную крутить, эта штука уже, как бы, появилась, я так понимаю, несколько лет назад, да, достаточно доступна. А теперь это как видео, то есть запускаем видео и смотрим так же, вот, можем крутить. Абсолютно верно. То есть точка зрения, то есть на, как бы, точка просмотра, она меняется. То есть это теперь будет доступно, в принципе, любому человеку? 30 тысяч стоит камера, собственно говоря, то есть она превращает любое ваше видео, позволяет его выкладывать с возможностью просмотра как угодно. То есть не совсем доступно, я бы так сказал, конечно, ждем, когда она там... Нет, ну подожди, почему? ...да нескольких тысяч упадет. Нет, мы, учитывая, что это... Да, у тех людей, которые профессионально этим занимаются. Это камера производства компании Nikon. Соответственно, как только до нее доберутся умелые китайские руки, то есть, собственно говоря, камера будет стоить там меньше 10 тысяч рублей, это гарантированно. Но вообще по поводу того, насколько там какая-либо технология будет там пользоваться спросом, можно ли прогнозировать? Потому что, ну не знаю, вот этот Google Glass, я помню, несколько лет назад прямо все с ума сходили, это будет, не знаю, программная технология будущего, все будут в них ходить. В итоге их там, по-моему, прекратили вообще даже продавать. Их не продавали никогда. То есть это были опытные образцы, у которых можно было заказать энтузиасту, и который мог написать собственное программное обеспечение, то есть, собственно говоря, это был проект предрыночный. Но не пошел. Почему? Дело в том, что люди начали ходить в стрип-клубы, во-первых, во-вторых, они начали ходить в туалеты, они начали... Ну то есть вопрос приватности вообще, то есть приватности, он для Европы, для Америки, он является ключевым. То есть, собственно говоря, само устройство, которое записывает в реальном времени все, что ты видишь, оно с точки зрения тайной частной жизни, то есть оно нарушает все, что только можно. Общество воспротивляет. Да, то есть воспротивляет общество. Ну а вот другая технология тоже недавно пришла о том, что 3D-телевизоры, про которые опять же говорили, что возможно за ними и будущее, все мировые эти производители прекратили делать и вообще сказали, все, до свидания, на этом мы закончили. То есть, как бы тут что произошло? Дело в том, что сама по себе технология, она не вышла на тот уровень, который стал бы понятен большому количеству людей. То есть вы помните, что последних несколько лет все 3D-модели, они продавались без очков в комплекте. То есть предполагалось, что с одной стороны дать технологию, с другой стороны, если человеку требуется, он пойдет и докупит очки. Ну, по схеме потом дойдет и докупит, как бы, то есть, собственно говоря, мы можем сделать вывод, что производители поняли, что люди там менее 1% смотрят какой-то 3D-контент. То есть и в настоящий момент, то есть подобные же опасения вызывают, например, технологии виртуальной реальности. Ну, как бы за нее тоже вроде как бы будущее говорят. Вы знаете, то есть в этом году действительно дошли, наконец, до рынка несколько шлемов виртуальной реальности, которые, ну, уже как бы, уже являются готовыми, уже имеют необходимый контент. То есть появились игры, различные развлечения, то есть которые, как бы, которые связаны с виртуальной реальностью. Но эта технология не стала доступна в настоящий момент. То есть вы сами понимаете, что если шлем стоит, там, 70 тысяч рублей, компьютер к нему стоит 100 тысяч рублей, или шлем стоит, там, 35 и приставка, но вам необходимо еще купить, как бы, комнату, в которой, как бы, вы организуете у себя дома некий такой домашний виртуальный кинотеатр и так далее. То есть она не стала беспроводной, то есть в настоящий момент любой шлем, как бы, имеет проводное соединение либо с компьютером, либо с приставкой. Поэтому в настоящий момент, то есть можно сказать, что эта технология при всей ее потенциальной, потенциальных возможностях, то есть она находится еще в дорыночном состоянии. То есть поэтому, ну, я надеюсь, что в 2017 году, то есть, соответственно, шлемы избавятся от проводов. То есть производители игр сделают какие-то очень значимые, да, очень значимые релизы, которые позволят этой технологии, как бы, пойти в широкие массы. То есть пока это, конечно, 5D кинотеатр, 11D кинотеатр, 15D кинотеатр, то есть это пока развлечение. Ну, для домашнего пользования, да, я так понимаю, что для себя одного ты не приобретешь это все равно. Есть, есть некоторые циклы развития продукта, да, то есть есть, соответственно, примерно 3,5% людей, то есть это новаторы. То есть они чаще всего покупают технологию, когда она еще сырая абсолютно. То есть дальше им необходимо, то есть, там, собственно говоря, этим гиком, на этих гиках апробировать продукт, сделать его доступным большому количеству. И тогда продукт начинает, как бы, очень быстро расти, то есть увеличивается его рынок, то есть технология становится более-менее зрелой, потом выходит на некий такой развивающий, ну, развитый уровень. То есть, ну, в виртуальной реальности пока, как бы, этого достигнуть не удалось. Хотя я хочу сказать, что, например, учитывая мощность текущих смартфонов, учитывая разрешение их экрана, то есть сейчас, как бы, купить виртуальный шлем, который, собственно говоря, представляет из себя крепление, как бы, крепление под смартфон, ну, никакого труда не составляет. Такой картбокс стоит, там, тысячу рублей. То есть, в принципе, если вы хотите удивить друзей, как бы, показать какие-то вещи, например, как я рассказывал, видео про войну, например, когда вы можете посмотреть, что происходило, что происходило абсолютно, покрутив головой, погрузиться в это, в видео совсем другим уровнем. То есть это будет более доступно. Это уже доступно прямо сейчас, как бы, то есть, собственно говоря, вот, с точки зрения именно таких вещей, которые вы можете, там, друзей удивить, как бы, показать, я не скажу... Ну, цена вопроса только остается. Тысяча рублей. Ну, тысяча рублей – это уже более-менее побольше. Да, да, да. Ну, что же, спасибо большое. Максим Багаев был.